Новый ледовый дворец и опытные тренеры. Например, Игоря Александрова пригласили в Краснодарск из Германии, где у него до сих пор работает своя школа. А теперь он тренер нашей молодежной команды. Игорь в Краснодарске совсем недавно, но знает, что к 2019 году в Краснодарске построят ледовую арену к универсиаде и несколько крытых катков. Постройка дворцов — это всё хорошо, но если не будет качественных детских специалистов, то будет трудно, конечно, на что-то большее рассчитывать. Даже и с достаточным количеством тех спортивных сооружений, которые будут построены. Но, насколько я знаю, руководство работает в этом направлении. Будет приглашено в ближайшее будущее достаточное количество детских тренеров. То есть основные вложения, капитал вложений будут именно в детский хоккей. В истории Краснодарского хоккея есть примеры, достойные подражания. На этом льду во время проблем в НХЛ играл за Краснодарский сокол воспитанник нашего хоккея, член сборной страны Александр Сёмин. И у нынешних молодых хоккеистов есть все шансы выйти на самый высокий уровень. В Енисейске уже 40 лет работает школа по греко-имской борьбе. Сейчас в ней занимаются почти 130 молодых спортсменов. За годы из школы вышли мастера спорта, в том числе и международного класса. Сейчас родители приводят сюда детей, удивляясь доступности обучения. Родители приходят, у них первый вопрос для занятия ребёнком, типа, сколько это будет стоить. То есть приятно удивляется, когда оказывается, что это ничего не стоит. Всего в крае почти 130 спортшкол, в которых учатся 64 тысячи юных спортсменов. Есть и профессиональные клубы, и академии, куда переходят самые одарённые ребята. Там уже подготовка серьёзнее. Они выходят на соревнования российского уровня. А дальше большой спорт. И достижения краевого спорта очевидны. Например, на зимней Олимпиаде в Сочи красноярцы завоевали 8 медалей. Развитие детского и молодёжного спорта – главная тема состоявшегося заседания Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Как отметил губернатор, в приветственном слове, сейчас необходимо развивать систему управления в этой сфере. Не просто формируется финансово-бюджетная база. Есть особая психология у людей, которые добиваются успеха в спорте, в творчестве. Поэтому любая работа, направленная на повышение эффективности управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта, считаю очень важным, очень полезным. С 2013 года в стране меняется система принадлежностей спортивных школ. Из подчинения Министерству образования их переводят в Министерство спорта. По замыслу это поможет обычным школам сосредоточиться на образовании, а спортивным – на подготовке высококлассных спортсменов. С дюшеры практически все. В 1055-х они находятся в системе физической культуры и спорта. Но они являются учреждениями дополнительного образования. А так они станут физкультурно-спортивными и будут осуществлять именно спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами. Это немножечко другие требования. Это, скажем так, единый подход, единая методология, которая позволит как раз вывести нашу систему на другой качественный уровень. Завершить переход спортшкол под управлением Министерства спорта, планируя к 2017 году, тогда же будет полностью сформирована система подготовки спортсменов для успешного выступления на международных соревнованиях, например, на той же универсиаде в Красноярске. Кстати, этому событию посвящена большая экспозиция спортивной выставки, которая открылась в центре Сибирь. Здесь можно познакомиться с теми объектами, которые построят в Красноярске к 2019 году, или попробовать сдать комплекс ГТО. Ведь главное в детском спорте – это все-таки физкультура. Медали завоевывают единицы, а быть здоровым может каждый. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости.